Коммуникационные оборудования Коммуникационные оборудования Коммуникационные оборудования какие-то дома отдыха, вот это наследие из прошлого, из Советского Союза еще осталось, и с ним тоже нужно работать. Если мы посмотрим статистику на нынешний момент, в России почти 15 тысяч независимых отелей, и в них 470 тысяч номеров. Нас в первую очередь не интересуют номера, а не человека-места, потому что, условно говоря, в одном номере может жить и 3 человека, и 5, и 1, но все равно это, скажем так, один телефон и одна точка доступа, по большому счету. Так что именно количество людей нас не так сильно волнует. Есть отечественные сети отелей, такие как Азимут, наверное, многим известные, другие, это 105 объектов. Здесь тоже можно и нужно работать. Ну, отели под международным управлением, это немножко другой рынок, он более сложный, часто решения принимаются за рубежом, так что пока что оставляем его за скобками. За скобками, вот как раз эти специальные средства размещения, это 6200 объектов, ныне действующих, по всей стране. Опять же, это пионерлагеря, санаторий и так далее, но тоже на данный момент мы скорее про них не говорим, больше останавливаемся на обычных независимых отелях. Ну и порядка 70 тысяч всевозможных других объектов общепита, ресторанов, кафе, в которых тоже нужен в первую очередь устойчивый Wi-Fi. Интересно посмотреть на структуру внутреннего туризма в России. Большая часть путешественников это люди, которые едут с целями отдохнуть, а также бизнес-туристов, подавляющее большинство. Вот всем этим людям нужна связь, нужен Wi-Fi. Так что вопрос как никогда актуален. Ну вот интересная статистика от Тинькофф журнала про то, что больше 2% ВВП России тратится нашими согражданами на туристические поездки. Так что в денежном эквиваленте рынок тоже достаточно большой. Въездной туризм также развивается из года в год. Понятно, что в 2018 году в статистике будет крайне большой пик благодаря чемпионату мира по футболу. Но и без этого Россия и так одно из самых дешевых туристических направлений Европы. Что неудивительно, Москва, Санкт-Петербург по разным рейсингам ходят в сотни и в десяток популярных городов мира. Ну и как интересно, третьей популярностью город России у иностранцев это Владивосток. Так что направление, которое тоже активно развивается с точки зрения туризма. Вот немножко про нашу столицу. Более 17 миллионов человек в год приезжает в Москву. В основном это конечно внутренние туристы, россияне, но иностранцы тоже исчисляются миллионами. Планируется большой рост и соответственно в связи с этим необходимо развивать сектор гостиниц низкобюджетных, 2-3 звезды. И вот нам с вами нужно тоже активно работать. Санкт-Петербург это город, который популярен у иностранцев, понятное дело. Но вот интересно, например, увеличение количества туристов из Азии ежегодное, которое прилетает в северную столицу, чтобы ее посмотреть. Вот, например, только в 2015 году было 3 миллиона иностранцев в Санкт-Петербурге. Понятно, что в 2017-2018 годах это число еще сильно больше. Ну и собственно Владивосток, про который мы уже говорили, количество иностранных туристов растет на 70-80% в год. В целом направление выращивается до 30% в год. Поэтому Владивосток, ну и Хабаровск, это то направление, где тоже можно и нужно работать в отельном сегменте. Другие драйверы роста вообще, в принципе, рынка можно выделить. Ну, конечно, развитие Крыма. В принципе, кризис это время развития внутреннего туризма во многом благодаря или из-за, кому как больше нравится, ослабления рубля. Периодические проблемы у нас возникают на турецком, на египетском направлениях, популярном среде российских туристов. Одновременно с этим развиваются Сочи и другие туристические кластеры и горные зоны. Продолжают проходить различные мероприятия и фестивали. Эффект от Чемпионата мира по футболу, конечно, не закончился, а будет только продолжаться. Ну и по опыту, например, той же Южной Африки, можно сказать, что в течение нескольких лет после завершения Чемпионата мира по футболу еще будут продолжаться вводиться объекты в строй и отрасль будет развиваться. Отдельный вопрос, про который нужно сказать, это обязательная сертификация отелей, обязательное присваивание к категории звездности. Для 11 регионов, где проходил Чемпионат мира, эта история прошла в прошлом году, но все остальные направления, в том числе и тот же Владивосток, про который мы сегодня говорили, в следующем или в 2020 году все коллективные средства размещения обязаны пройти сертификацию. Вот, собственно, на этом моменте как раз они должны задуматься о том, что им нужны телефоны, что им нужен Wi-Fi, сетевая инфраструктура, и тогда они должны приходить к нам с вами. Ну, еще один момент. Закон о хостелах, который, скорее всего, с ноября вступит в силу, правда, пока не совсем понятно, в какой редакции, но это может привести к значительному ограничению и сокращению рынка текущего, что, соответственно, поведет к открытию новых объектов соответствующим новым стандартам, потому что спрос-то останется. И вот хоть оценки Росстата и Букинга разнятся примерно в три раза, но мы видим, что количество хостелов в России измеряется тысячами. Так что тоже интересная отрасль, в которой можно предлагать различные IT-проекты. Ну, в первую очередь, конечно, Wi-Fi оборудование, потому что телефония в хостелах, понятно, что в комнатах не так развита, и им это, скорее всего, не нужно. Но Wi-Fi, как всегда, нужен. Немножко поговорим про качество обслуживания, то, о чем люди думают. Обычно IT-инфраструктура – это не то, что удостаивается внимания отельеров. Редко спрашивают удовлетворенность этими показателями. И вот эксперты, здесь на слайде приведена цитата, но мы, на самом деле, многих экспертов слушали, видели, читали. Больше говорят о частоте матрасов, еде, бассейне, что еще обычно спрашивают. Бар, еда, действительно, такие вещи. Но именно про телефонию, про Wi-Fi, про интернет, если задумывается, то, скорее, в последнюю очередь. А это неправильно. Потому что, на самом деле, если рассмотреть, например, четыре показателя, влияющих на оценки гостей, вроде как бы здесь IT-инфраструктура не видна на первом месте, но видно, что во все четыре пункта, приведенные на слайде, так или иначе, современные технологии входят в каждую из них. Другая статистика от портала hotels.com. Каждый второй бизнес-путешественник и каждый четвертый турист указывают Wi-Fi, наличие Wi-Fi в объекте своего размещения, как критически важный для себя аспект. И это, уверенно, лидирующая позиция, намного более важная, чем такие вещи, как завтрак или бесплатная парковка, например. Другая статистика от портала booking, всем нам известного. Больше половины стояльцев отелей в первый час после прибытия в отель делают фотографии, размещают их в социальных сетях, проверяют рабочую почту, заказывают еду в номер по телефону или с помощью каких-то приложений. А при этом в бассейн идет первым делом только каждый пятый. То есть видно, что сетевая инфраструктура, если не на порядок, то намного в разы важнее, чем все другие аспекты проживания в отеле. Вопрос я хотел бы, наверное, тут заметить, что, поскольку ваши постояльцы, или не постояльцы отелей, используют инфраструктуру, но они используют, получается, для продвижения, опять же, самого отеля, да, то есть после все эти видео, там, фото, различные соцсети и тем самым, там, пункты, 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 пункты. Скажем так, правильные, да, потому что, ну, всегда друзьям доверяешь, да, и смотришь, где кто ходился, да, и, собственно, большой шанс, что твои друзья, там, какие-то знакомые, да, они посетят уже это заведение, разместятся здесь. Конечно, это бесспорно, но вот продолжая тему исследования одного из наших вендоров, как раз за которые отвечает Руслан, TGNet, они проводили это исследование, собирали статистику по Китаю, но, в принципе, данные репрезентативны по всему миру. Мы видим, что плохой интернет – это одна из самых частых причин появления негативных отзывов в социальных сетях или на порталах отзывиков, и в отелях среднего класса практически каждый второй негативный отзыв содержит отзыв именно про интернет. То есть, когда уровень отеля еще не дотягивает, ну, а у строительцев уже есть какие-то относительно завышенные требования. Так что нужно об этом думать и задумываться по Wi-Fi-инфраструктуре даже в отелях среднего, ну, и, конечно, эконом-класса тоже. Ну, и вот делаем вывод, что в отрасли нет устоявшегося понимания зависимости удовлетворенности клиентов от информационно-коммуникационной инфраструктуры, а она есть. По разным вопросам, разную статистику видели, до 94% путешественников отмечают Wi-Fi как важный критерий выбора отеля. Он критично важен для путешественников из других стран, у которых платный роуминг, для бизнес-аудитории, для проведения каких-то конференций, мероприятий. Ну, наверное, мы с вами и так это понимаем. Так что нужно эти потребности выявлять и показывать ательерам, что это действительно важно. И интересная статистика завершения от портала 4Square. Россияне в топе в мире по жалобам, в принципе, в среднем по сфере гостеприимства. Вот даже опережаем украинцев и турков. То есть нужно просто иметь в виду, что россияне очень любят жаловаться. Так что нужно нас с вами удовлетворять ко всем возможным аспектам, в том числе и в плане интернета. Хороший вызов и все куплены. А правильный вызов и все жаловы. Так, пожалуйста. Вот, практически так, да. Ну, и, собственно, мы можем повлиять на многое. От таких общих вещей, как качество Wi-Fi, качество связи, до и совсем нетипичных, интересных кейсов. Продажа допуслуг, реклама отеля, самореклама, дополнительные какие-то продажи. Ну, даже такие вот совсем точечные кейсы, как, например, в некоторых отелях уже свежую прессу доставляют. Не в бумажном виде номера, а в электронном виде какие-то планшеты или устройства, которые есть внутри номера. Так что можно придумать очень много, что может помочь постояльцам чувствовать себя комфортно. Ну, и, соответственно, отелям быть более успешными, а нам с вами продавать и делать интересные проекты в отелях. Вот от статистики переходим, собственно, к обзору оборудования. Мы в первую очередь поговорим о таких вещах, как телефония и, собственно, сетевое оборудование. Что-то опустим, чтобы не слишком раздувать наш вебинар. Но, скорее всего, сделаем в будущем отдельный, например, про видеонаблюдение. Ну, вот примерно как-то так очень схематично и базово выглядит схема. В отелях действительно применимо самое разнообразное оборудование, практически все, что поставляет компания Appymatica. До АТС и Астар или 3CX как основы сети, до систем видеоконференц-связи и аудиоконференц-связи в конференц-залах. Но сейчас мы о всем по порядку поговорим. Начнем с телефонии и гемофонии. Мы представители вендоров Anvil, известного китайского производителя, зарекомендовавшего себя на рынке, который отдельный упор делает именно на отельных телефонах, развивает изолинейку. И мы рады, что с ними работаем. И вот представляем в России три модели отельных телефонов. От H1, самого простого и бюджетного, до H5, это уже телефон люкс-класса, с цветным экраном, кастомизация тоже на экране. Ну и H3, как некий промежуточный вариант. У них у всех понятный простой дизайн, достаточно симпатичные модели, специально разработанные для отелей. У всех есть возможность кастомизации лицевой панели. Если у простых моделей это физически происходит, вот, например, мы придумали отель Апи-Матика и сделали таблички, которые можно, соответственно, на лицевой панели этих моделей заменить. Вы, кстати, можете на своем экране, у вас сверху слева есть стрелочки влево-вправо, можно увеличивать нас с Русланом или, соответственно, презентацию. Как вам удобно. Это делается не нашими силами, а именно каждый слушатель может руководить свои собственные трансляции. Поэтому, если интересно что-то рассмотреть, мы будем сегодня показывать оборудование, можете нас увеличить и рассмотреть подробности. Ваш пятой модели кастомизация проходит в электронном виде за счет экрана. Здесь программированы кнопки, которые программироваются так, как нужно, собственно, к самому отелю в зависимости от их потребностей. А в продвинутых моделях носить наш первый, ваш третий, ваш пятый, есть возможность зарядки мобильных телефонов или других гаджетов от USB-порта на корпусе. Это особенно удобно, например, путешественникам из других стран, если розетка не подходит по формату. И вообще практически любому из нас в отелях часто бывают проблемы с розетками, с их количеством, удлинителей с собой тоже таскать не будешь. Вот такое интересное решение проблемы. Ну, кстати, насколько я знаю, в точках доступа, которые устанавливаются в номерах, тоже может быть USB-вход, чтобы что-то зарядить. Да, правильно. Так что вот об этом тоже нужно думать. Не только фанвилл, вот как раз кастомизация на экране, да, если кто не рассмотрел таблички, которые мы в руках показывали, можно посмотреть на слайде. Но не только фанвилл, мы поставляем в Россию. Также тип телефона под брендом именно Appymatica, как наша компания. Во-первых, это модель телефонов для ванных комнат, поставляется в двух цветах. Это простой компактный телефон, который вешается на стену или устанавливается горизонтально, с клавиатурой на трубке, с поддержкой поя, и, кстати говоря, только по пою, то есть блока питания ему нет и не подразумевается. С одной программируемой кнопкой, кнопкой SOS, но также телефон звонит по номеру SOS или по заранее запрограммированному любому другому номеру, если трубка просто болтается слишком долго, например, человек упал в ванной. Он неприхотлив, выдерживает пар, влагу, даже какие-то падения. Так что достаточно надежный, простой бюджетный аппарат. Обычно такие ставятся ванные комнаты, того цвета, который больше подходит по дизайну. Ну и, естественно, они подходят не только для гостиниц, а для всех мест, где нужно подобное исполнение. Например, в больницах, в госпиталях часто тоже можно увидеть подобные трубки. И другой пример, другая модель, это Wi-Fi и IP-телефон. Идеально подходит в тех случаях, когда нет возможности протянуть сеть, уже сделан ремонт, трудно протянуть провода. Вот, пожалуйста, отличное решение с помощью оборудования. Тиджинет от Туслана как раз строим Wi-Fi-сеть и подключаем Wi-Fi-телефоны IP-матика. Получается тоже достаточно бюджетно, просто без лишних затрат и усилий. Программируемые кнопки, возможность кастомизации, все необходимые телефонные функции также присутствуют. Так что телефон отлично справляется, собственно, со своими функциями отельного IP-телефона. Не забываем про Gigaset. Один из наших любимых вендоров. Немецкое качество при производстве микрософтовых IP-дект системы, вообще линейки Pro, позволяет персоналу общаться на всем пространстве отеля, какой бы большой он ни был. Если отель состоит из нескольких корпусов, или это сеть, пускай даже в разных странах, все звонки между персоналом становятся бесплатными, что сильно экономит средства. Можно отказаться от раций, от мобильных телефонов. Все становится удобнее, более конфиденциально, более статусно для отеля. Постоїлицы видят, что персонал общается с помощью более продвинутых устройств и, конечно, производит впечатление. До 100 трубок подключаются к одному дект-менеджеру. То есть можно покрыть все потребности отеля, всего персонала, и горничных, и охранников, ресепшионистов, менеджеров, которые ходят по конференц-пространствам и так далее, и так далее. Ну и, конечно, сами трубки, они тоже разной ценовой категории, разного формата. Но вот самое, пожалуй, подходящее, это защищенная трубка-гигасет с фонариком, с долгим сроком жизни батареи, которую можно ронять, и она продолжит работать, которая не пропускает влагу. То есть идеально подходит как раз для персонала, таких как клининговая служба отеля, не боясь, что трубка сломается. И промышленное оборудование Джейндар тоже подходит. Может показаться странным, но на самом деле подходит для использования в отелях. Обычно, ну, как минимум, два устройства ставятся. То есть одно пылевлагозащищенное, и вандалозащищенное где-то в зоне парковки, как панель экстренного вызова. Еще одно устройство, но уже, наверное, с кнопками, обычно ставят в лобби, в каких-то общих зонах, где тоже у людей может возникнуть потребность куда-то позвонить. Либо во внешний мир, либо на ресепшн, либо еще в какие-то службы. Ну и, возможно, еще где-то тоже ставятся такие аппараты, как, например, в лифтах, или еще где-то, где нужно организовать экстренную связь. Про домофоны тоже не забываем. Фанвилл не только отельные телефоны производит, но еще и линейку домофонов, интеркомов. Ну и также мы являемся партнером швейцарского производителя Ниста. Еще один бренд в нашей корзине. Фанвилл более бюджетный, Ниста более люксовые домофоны. Есть различные модели, как аудиодомофоны, так и видеодомофоны, в зависимости от конкретных потребностей. Но в любом случае возникают в отелях задачи как-то защитить, закрыть, заблокировать какие-то зоны, ограничить доступ посетителей. В мини-отелях это, собственно, может быть вход в отель. В больших отелях, понятно, вход не закрывается, там есть какой-то ресепшн, но всегда есть зоны для персонала, которые тоже нужно ограничить и, соответственно, обеспечить вход по карте, по набору кода, по звонку. Вся эта функциональность присутствует. У домофонов большой радиозахвата звуков, функция подавления эха, так что связь всегда будет в хорошем качестве. Ну и, конечно, простое управление через веб-интерфейс, широкий температурный диапазон работы, защищенность, все это позволяет устанавливать их как на улице, так и в помещении. Ну, собственно, мы сегодня несколько из них с собой взяли. Как симпатично выглядит Nista. Вот эта модель без экрана, как вы можете видеть на картинке, у меня в руках более простая однокнопочная модель домофона. Ну и, собственно, различные модели фанвилов. Может быть, в таком исполнении также с одной кнопкой Call. Видите? Ну, кстати, может быть, с двумя кнопками. В случае тоже бывают разные-разные проекты. Ну и более компактные модели для внутреннего использования. Вот у меня в руке уже в кнопочном исполнении. Так что без домофонов тоже в отелях никуда не денемся. Хотя бы один, два, несколько штук всегда нужны практически в любом проекте. Вот мы рассмотрим типовое IT-решение для отеля. Мы пытались разработать максимально средний отель. 3-4 звезды, 50 номеров, наличие какого-то небольшого конференц-зала, переговорной комнаты, сауны. Ну, так скажем, без излишеств. Сейчас на следующем слайде будет немножко страшно, но вы не пугайтесь. Это такая схема построения именно телефонной сети на территории отеля. вы вот эту презентацию можете скачать в разделе документы прямо здесь в комнате майнда, через которую вы смотрите вебинар. И после окончания вебинара сразу же запись будет доступна там же. Поэтому вы можете изучить подробно вот эти все схемы, посмотреть, посчитать, какое оборудование, куда мы предполагаем ставить, что идет в лифт, что в ресторан, что в сауну, что на ресепшн и так далее. Конечно, сейчас не будем по каждому пункту проходиться подробно, но показательно, что действительно в каждую зону отеля со своей спецификой начиная от обычных отельных телефонов, заканчивая аудиоконференц системами, системой оповещения от фанвилл и так далее, идеально подходит свое оборудование, то есть нужно учитывать, что куда ставить. И вот такое типовое решение у нас получилось в розничных ценах на миллион рублей, на 999 тысяч 999 рублей. Опять же, сможете скачать презентацию, подробно изучить предполагаемую спецификацию с учетом конъекционной платформы 3CX и всего необходимого. Сейчас, наверное, не будем каждую строчку зачитывать. Я так понимаю, это полный фаш, да? Да. Назовем это так. Конечно. Ну и вот здесь собственно от телефонии переходим к сетевому оборудованию. Руслан, наверное, передаю слово, пока что помолчу немножко. Спасибо, Илья. Давайте, да, поговорим про сетевое, собственно, как инфраструктура, да, на базе которой, собственно, строятся и телефонии, и Wi-Fi, и так далее. Значит, сетевое оборудование, у нас официально двумя вендорами. На текущий момент первый вендор это компания TGNet. Собственно, зали меня. Это китайский производитель, достаточно давно существует на рынке. Большая часть, соответственно, это инженеры в компании, которые разрабатывают решения. Ну и, как Илья говорил, в принципе, наверное, немножко, да, компания ориентируется в первую очередь на отельный сегмент, и, соответственно, поэтому, наверное, в этой презентации он наиболее как бы востребованный. И, соответственно, сейчас они еще развивают направление по видеонаблюдению. Ну, про это мы сегодня не будем говорить. Различные награды у компании, большое количество проектов именно как бы в отельном сегменте, там 50 более сетевых отелей, ну и мелких там просто не посчитать, да, сколько было реализовано проектов. Соответственно, предлагается решение под различные типы отелей, да, начиная там от самых экономных, простых, до заканчивая сетевыми, пятизвездочными отелями. Мы также понимаем, что это оборудование можно предлагать, ну, опять же, там не только в отеле, но и сферы различные, там, офисное применение, правоохранение, там и так далее. Далее давайте по технологиям, собственно, которые предлагаются на базе данного оборудования. Ну, в первую очередь это, естественно, Wi-Fi роуминг, то есть, соответственно, партнер, который работает, который обеспечивает этот проект, реализует этот проект, да, он, соответственно, может организовать бесшевную сеть на объекте и, соответственно, клиенты, клиенты отеля уже в дальнейшем будут использовать, да, ее без переавторизации, то есть, там, заходишь на ресепшн, один раз залогинился и, собственно, дальше уже по всем этажам имеет связь, не теряет, соответственно, контент, канал, не нужно, в общем, мучиться, да, зашел и залогинился и забыл. У тебя Wi-Fi всегда работает. Реализована, соответственно, блонсировка нагрузки по точкам доступа, то есть, в таких нагруженных местах, допустим, лобби, либо там ресторан, или какая-то конференция, комната, да, где много абонентов, соответственно, есть функционал, позволяющий балансировать, собственно, перекидывать клиентов от одной точки на другую, чтобы все клиенты, собственно, получали контент и оставались довольными. Различные схемы, соответственно, авторизации, ну, на данном слайде для офиса, по факту, для отелей такая же схема будет выглядеть, то есть, можно там отдельные подсети выделить под, соответственно, сотрудников отелей, под бухгалтерию, под ресепшн, каких-то VIP-гостей, да, то есть, настроить политики, доступ к ресурсам различным и так далее, то есть, скорости, что угодно. Значит, есть линейка, соответственно, с новыми точками доступа, ну, вот, выглядит, например, точка доступа вот таким вот образом, да, довольно симпатично, в принципе, на передней панели есть индикатор, который можно по запросу там выключить на контроллере, да, либо там отключить, вешается на потолок, соответственно, покрывает достаточно большую площадь, то есть, это можно устанавливать на этажах и раздавать на несколько номеров соседних, либо в конференцию, в конференцком-то, лобби, и так далее, то есть, точка с нового стандарта 802.11.AC Wave 2, позволяющий передавать несколько потоков данных одновременно абонентам, да, многие знают, а может, кто и не знает, то есть, предыдущие все стандарты Wi-Fi, они, вне зависимости от того, какая скорость заявлялась, использовали стандарт Sumimo, то есть, сингл-юзер, то есть, к каждому юзеру в единый момент времени передавалась, вернее, к одному юзеру передавалась информация, да, по ум, и она передалась по очереди. Соответственно, в нашем варианте, да, несколько абонентов имеют к Wi-Fi-среде доступ одновременно. это, естественно, увеличивает скорость, пропускную способность, ну, собственно, растет довольство клиентов. Реализовано в наших точках технологии интеллектуальных антенн, то есть, когда антенны понимают, где находится абонент и туда непосредственно направляют сигнал, усиливают его, тем самым, опять же, увеличивается скорость передачи контента, лучшее делать, все вытекающие из этого последствия. На нашем оборудовании реализованы различные схемы авторизации, достаточно большой набор, да, ну, собственно, в России наиболее часто используемая смс-авторизация либо обратный звонок, все это можно организовать. Отдельно мы проводили вебинар на эту тему, можно посмотреть запись в Ютубе, как это делать, достаточно просто это сделано, да, то есть, не нужно быть гением, чтобы настроить, да, это на контроллере. Ну, в самом деле, вопрос-то авторизации очень важен для отелей, потому что много посетителей, в том числе иногородние, иностранные, нужно все действительно делать по закону в соответствии с нормами, потому что штрафы тоже немаленькие, и соблюдение законодательства и политики. Честно говоря, да, то есть, все идет к расточению, закон ввели, там поначалу народ ательера, да, ну, смотрели скуруз пальцы, кому-то приходили, кому-то не приходили, вот, но все идет к тому, что все это будет жестче и жестче контролироваться, и, соответственно, будут штрафы расти, и будут, соответственно, требовать от каждого, да, авторизация нужна. На нашем оборудовании, да, это можно сделать. Различные сценарии, показы рекламы, соответственно, до авторизации можно показывать какую-то свою страницу, там, либо несколько страниц, либо доступ открыть к каким-то определенным ресурсам, да, не давая доступ в интернет, то есть, беря, допустим, плату за интернет, за внешний, это уже на усмотрение, как бы, отельеров, да, после авторизации можно дополнительно какую-то рекламу давать, различные сценарии, показы, собственно, это дополнительный инструмент, опять же, для отелей по монетизации, да, по сбору, собственно, каких-то дополнительных денег с клиента, то есть, там, можно направить, на соседнее кафе, с которыми есть договор, либо там свое кафе, какие-то спецпредложения здесь транслировать, скидки, там, до продажи, продвижения каких-то своих услуг, может быть, даже платная реклама, тут уже кто во что гораст, на что платить фантазии. Ну, да, на самом деле, это зачастую вот на таких вещах, как заработок, даже больше, чем непосредственно на размещении, и поэтому... Это как попкорн, кинотеатры, на котором зарабатывают больше, чем, собственно, на фильме. именно так. Значит, по функционалу, да, немножко пробежимся еще раз там дополнительно, то есть, простой, понятно, интерфейс, все реализовано как бы в одном окне, то есть, всей сетью, как и коммутационной, так и лайфлайном, ну, наверное, отметить надо это дело, да, это в этом месте, что у нас контроллер аппаратный, он управляет и коммутатором, и непосредственно точками доступа, да, то есть, нет такого разделения на две части, то есть, все очень лаконично, удобно. Соответственно, все в одном окне, статистика, какие-то настройки, реализовано, соответственно, визуальное отображение объекта, то есть, можно загрузить сюда карту вашего отеля, то есть, по этажному, либо там, карту территории, скажем так, принадлежащей, соответственно, расположить там точки доступа и визуально наблюдать, да, что с ними происходит, сколько абонентов висит, на каждой точке какие-то проблемы, если они есть, то есть, для оператора, да, для администратора сетевой инфраструктуры это крайне, как бы, удобно, и, в принципе, опять же, не нужно вам нанимать какого-то продвинутого админа, который будет просить много денег, здесь все достаточно просто, вы справляетесь, скажем так, с малым бюджетом. Значит, реализован функционал визуализации проблем, как я уже говорил, то есть, прямо на точке доступа показывается рекомендации, что с ней делать, то есть, и предсказание, скажем так, социальных проблем, и показ текущих проблем. То есть, не нужно куда-то провалиться дополнительный интерфейс, прямо вот, собственно, в том же окне, где у вас этаж находится, вы можете все это видеть. Состав решения выглядит вот таким образом, то есть, мы предлагаем, ну, непосредственно точки доступа, вот, такую мы показывали, как пример, есть точки доступа, вот, в каком исполнении, там дальше слайд будет, то есть, на стенные точки доступа, удобные, пару слов еще, чуть дальше скажу, о них, соответственно, коммутаторы мы предлагаем, для запитки этих точек доступа, но и, в принципе, как инфраструктурных коммутаторов для телефонии, для, там, непосредственно сети обслуживающего персонала, можно их использовать. Соответственно, коммутаторы агрегации мы предлагаем, и непосредственно контроллер. Вот, то есть, ну, 90% как бы решения инфраструктуры сетевой, у нас в портфеле имеется. По непосредственно моделям, кратко, то есть, контроллеры вот в таком виде представлены, самый простой, это на, на 64 точки доступа, до 64 точек доступа, поддерживается, базовая комплектация, он идет на 32 точки доступа, и контроллер этот управляет 125 коммутаторами, еще дополнительно к точкам доступа. Ну, и максимальный контроллер поддерживает до 4000 точек доступа и 512 коммутаторов. Вот, надо отметить, что, хотя контроллеры и в обратном исполнении сделаны, да, но цена их достаточно низкая, то есть, к примеру, N3 контроллер, ну, самый простой, он стоит в районе 170 долларов, то есть, на цене инсталляции, да, это практически не сказывается, но вы получаете полноценное железное решение, да, подобранное, соответственно, в обратный комплекс, и не нужно, там, думать, на какой сервак, ну, ставить, там, какую-то, какую-то программу, да, по управлению точками доступа, да, здесь у вас, вот, поставил, и полноценная, нормальная железка, с отличным функционалом, все хорошо как бы работает. По точкам доступа, непосредственно, ну, вот, в таких вариантах, то есть, опять же, на стеной точки доступа, они, в различных цветовой, различных цветовой гаммами, могут быть заказаны, то есть, под интерьер, выбирайте, клиент будет, соответственно, доволен, интерьер, да. Соответственно, если вы на разных этажах отелей, или в разных номерах, разная цветовая гамма, то можно подобрать точки доступа в один проект, да, в разных цветах. Да, 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 вот, плюс, соответственно, вот эти точки доступа, в чем их, опять же, интересы, они устанавливаются в обычную, в обычный подрозетник, в них есть вот дополнительные розетки под телефон, то есть, не нужно, там, опять же, делать дополнительное гнездо, да, у вас это лаконично, меньше проводов, меньше дырок в стене, то есть, это будет более выглядеть, скажем так, по-дизайнерски, что ли, может быть. Вот, ну и некоторые точки доступа, имеют еще, как Илья сказал, USB-разъем, то есть, для клиентов, которые, зарядить телефон, да, найти дополнительный USB, USB-дыр, это бывает, почему же, да, это приятно. Ну, есть на точке доступа, да, вот, как мы уже говорили, для этажей, для холлов, есть точки доступа для прилегающих территорий, внешнем корпусе, влагозащищенные, соответственно, с возможностью установки дополнительных антенн, внешних. Так выглядит, собственно, номенклатура, ну, наверное, сейчас не будем, сегодня остановиться конкретно, можете посмотреть, в записи, на YouTube, или, собственно, на площадке вебинара, так вот выглядят точки доступа. Или в Facebook. В Facebook, да, ну, в принципе, мы все каналы продвижения используем, да, везде информация дублируется. Коммутационная часть состоит из такой линейки, то есть это коммутаторы доступа, L2, функционал, соответственно, полноценный, Cisco-like интерфейс, то есть для администраторов никаких проблем с настройкой оборудования, данного оборудования не возникает, все как бы понятно. Для таких проектов, как отели, офисы, склады и так далее, функционал закрывает полностью все потребности клиента. Что отметить? Ну, собственно, да, высокий бюджет POE, достаточно высокий, да, по сравнению с конкурентами, плюс, соответственно, управление контроллером, ну, и, как дополнительная фишка, может быть, еще отметить, что там работа от минус 20, да, то есть, можно поставить куда-то в отдельную, скажем так, комнату, да, необогреваемую, вот, в отдельную серверную и использовать это оборудование. Какие фишки, да, есть дополнительные в коммутаторах? Это смарт-бар, так называемые, функционал POE от производителя, то есть, можно автоматически, либо по расписанию, перезагружать абонентов, то есть, до которых, по какой-то причине, сигнал пропал, да, то есть, абонент отвалился, коммутатор пробует перезагрузить порт и, соответственно, поднять абонента этого, если это не произошло, то тогда уже администратор идет, там, ножками до места, там, пытается разобрать. То есть, это удобство, в первую очередь, для обслуживания сети. Включение-выключение POE по расписанию, то есть, ну, это как экономия, да, с одной точки зрения, то есть, ну, в отелях, может быть, и с точки зрения безопасности может применяться, да, были случаи, когда, собственно, уже съехал, постоялись, кто-то там, бурничный, или кто-то там зашел в номер и начинает название, позвонил в Мексику, да, позвонил в Мексику или на своей родне, собственно, опять же, в Мексику, да, вот, то есть, выехал, постоялись, выключили порт на коммутаторе удаленно, да, и все, да, у вас либо Wi-Fi-ная точка там, которая на стену, да, непосредственно в номере выключился, либо телефон, то есть, можно применять таким образом. Если запись идет, видео, допустим, на каких-то объектах, да, то с помощью этого функционала можно экономить, опять же, место хранения этих записей, если в определенные часы эту запись нет необходимости вести. Ну, коммутатору агрегации на данном слайде представлена достаточно большая линейка, то есть, уже там, в серверную можно поставить, опять же, коммутаторы от нашего производителя и предлагать клиенту, скажем так, моновендорное решение, обратиться только к нам, да, собственно, предоставить полный комплект, да, полноценное, полноценное решение для клиента. Ну, тут я немножко прервусь, наверное, да, немножко разбавим, скажем так, презентацию, в принципе, данный слайд относится ко всем линейкам, которые мы предлагаем, клиентам, да, для телефонии и для другого оборудования. То есть, все, что касается отельного сегмента, да, с партнерами мы работаем правильно, то есть, интеграторы, которые предлагают наше оборудование, остаются довольны, мы защищаем, естественно, проекты, регистрируем их, мы помогаем с составлением ТЗ, помогаем с подбором оборудовании, мы контролируем цены розничные, то есть, позволяем, позволяем, как-то существовать интегратору на рынке, предлагаем, соответственно, оборудование на тестирование, пожалуйста, то есть, касаемо сетевого, касаемо любого оборудования, обращайтесь под проект, да, под понятные какие-то кисы, да, мы предлагаем, посмотреть, в первую очередь, предложить, показать клиенту, да, и дальше, собственно, это помогает, да, продать, опять же, вам наше оборудование, плюс ко всему, у нас по сетевому оборудованию есть программа Tri-N2, называемая, в принципе, вот на ванной резаде видно значок, это, по оборудованию Wi-Fi, по коммутаторам L2, L2+, L3, ставьте оборудование клиенту, на какое-то время, уже можно там в рабочем режиме, да, если, соответственно, все нравится, да, то вы выкупаете, соответственно, если нет, ну, тогда будет возврат, да, без каких-то ваших потерь финансовых, ну, по статистике, собственно, там, 99% в нашей статистике, конечно же, был выкуп оборудования, соответственно, мы готовы давать дополнительные какие-то скидки за раскрытие кейсов интересных, то есть, если вы построили объект, соответственно, клиент готов это освещать, как-то, да, не против, собственно, чтобы мы об этом рассказали, либо вы рассказали, да, ну, небольшая такая информация, там, с фотографиями, с информацией, как это, как этот проект реализовывался, да, мы готовы, собственно, различные способы сотрудничества, да, рассматривать и поддержки с нашей стороны, да. Конечно, если заранее договориться, могут быть какие-то преференции в проектах, так что, сообщайте, будем договариваться. Поддержка русскоязычная на нашей базе, то есть, проблем по любому роду не нет, да, обращайтесь, специалисты, есть выделенные по любому направлению, по телефонам, по сетевухе, по Wi-Fi, по, ну, собственно, по всем направлениям есть, да, отдельные ребята, да, собственно, профессионалы в своей области, поэтому, как говорится, welcome, да, всегда будем рады помочь. гарантийное обслуживание осуществляем, ремонты, ну, даже больше, не ремонты, а быстрая замена у нас происходит, да, по большинству вендоров, то есть, не нужно ждать месяц-два, пока вам что-то там поковыряют, потестируют, да, у нас это, у нас это очень оперативно происходит, ну, собственно, да, следите за акциями, за всякими промо-программами, по различным вендорам, они периодически возникают, да, и поездки различные, и цены приятные, то есть, подписывайтесь, следите. Ти-джин это пока в Китай не зовет, но можно с разными вендорами съездить в Германию и на Кипр и в другие страны. Есть идеи, собственно, да, так что, я думаю, в ближайшее время они появятся, да, будем. Рассказывайтесь на наши новости, все узнаете первым. Собственно, второй вендор, да, по сетевому. Руслан, давай ответим на вопрос Дмитрия в чате, может быть, чтобы он потом не потерялся. Договорились про видеонаблюдение, не говорить подробно, но все-таки от него не уйдешь. Собственно, да, любое подключаемое оборудование перезагружает, то есть, по факту коммутатора контролирует, ну, я, может, озвучу тогда, поскольку записи, вопрос о том, перезагружает ли контроллер, вернее, коммутатор IP-камеру, я так понимаю, в случае какого-то зависания, либо там какой-то нештатной ситуации. Да, такая возможность есть. Коммутаторы, соответственно, либо в автоматическом режиме обнаруживают отсутствие пинга и перезагружает порт, либо можно настроить, соответственно, по расписанию перезагрузку, о чем я выше говорил. Это касается не только камеры, любого, в принципе, устройства, которое подключено к порту коммутатора. Теперь, что бы ты посоветовал, если не нужен Wi-Fi в отеле или уже есть сеть, не хотят ничего менять? Ну, да, если Wi-Fi сеть есть, ну, допустим, нужно построить телефонии, либо, собственно, систему развернуть. У нас есть новое предложение, это вендор Wi-Tech, новый для компании Epimatici, также у нас эксклюзив по этому вендору по всем территориям, где присутствует Epimatici, как и по TGNet. Значит, этот вендор также китайский, надо отметить, что ребята очень профессиональные с точки зрения разработчиков железа, то есть они и платы разрабатывают, и блоки питания самостоятельно, и плюс, соответственно, софтовую часть, все это делают сами. Брак минимальный для сетевого оборудования присутствует на рынке достаточно давно, но до этого ККМ-ный вендор был, с недавнего времени запустили своего вендора Wi-Tech, но именно это направление сейчас развивают, а им уже отказались, по рынку. Ну и собственно IP-MATIKA видит в этом направлении, в этом вендоре некое расширение именно по сетевухе, и в части собственно оборудования, наверное, сегодня мы затронем только маленькую часть, которую предлагает данный вендор, это линейка коммутаторов бюджетных, которая была разработана совместно с компанией IP-MATIKA, в чем фишка собственно, что мы хотели добиться, мы пытались прийти к стоимости порта по аккумутатору, чтобы она была ниже, чем блок питания для собственно телефонов, для IP-телефонов. Ну, собственно, цель была достигнута, вот, выпущена такая линейка, это линейка low-cost, то есть очень бюджетное решение, при этом в коммутаторах реализован еще дополнительный функционал, который не присутствует у конкурентов, то есть можно, мы отличаемся как ценой, так и какими-то доп-фишками. Ну и вот по фишкам собственно пробежимся быстренько, то есть это режим, соответственно, экстенд в коммутаторах есть так называемый передача поя на расстоянии 250 метров, то есть питание на 250 метров, все мы знаем, что ограничение 100 метров в Эзернете, ну, зачастую это применимо в виде наблюдения, ну, в отельном сегменте, собственно, да, в каких-то распределенных сетях в больших территориях, то есть если это не просто одно здание, да, отель себя представляет, а покрывает территорию в нескольких зданий, соответственно, вы можете поставить коммутаторы только в серверное и питание и, собственно, связь тянуть оттуда, но расстояние достаточно большое. Соответственно, реализован функционал. Давай сразу ответим, быстренько, что подпуск и возвращаться обратно. Категория кабеля в данном случае будет 5Е, скорость, ну, про 250 метров, если мы говорим, то есть это 5Е, скорость, соответственно, будет понижена до 10 Мбит, но для телефонии, для, соответственно, виде наблюдения это более чем достаточно. За счет этого, собственно, ну, плюс немного повышенная мощность выдается на порт, соответственно, за счет этого достигаются такие расстояния. Соответственно, реализован функционал VLAN, так называемый, ну, здесь, наверное, упрощенный вариант, VLAN, да, производители это так называют, по факту, это изоляция портов, то есть, трафик от одного абонента не виден другому абоненту, да, это, опять же, можно применять в отдельном сегменте, о котором мы сегодня говорим, то есть, у вас ни телефонные разговоры, ни какие-то записи от камер, там, или внутренний трафик, да, если все это подключено в один коммутатор, да, все эти трафики, они друг от друга изолированы, некая такой вот security, как бы, есть, да. Соответственно, и третий доп. функционал, в чем мы это говорим, про неуправляемые коммутаторы, да, я тебе сказал, но еще раз, как бы, отмечу, то есть, это все неуправляйки, то есть, это очень бюджетные коммутаторы, но вот в них такой функционал, некий, от L2, он присутствует, да, реализован еще функционал COS, quality of service, позволяющий, собственно, на определенных портах сделать приоритет, ну, по факту, он на заводе производителям задается, то есть, определенные порты идут с повышенным приоритетом в отношении к другим, то есть, можно, соответственно, к примеру, там есть видеоконференц-связь, либо там телефоны ресепшена, да, поставить в приоритете над всеми остальными абонентами, да, и трафик от них будет всегда в приоритете, да, без задержек. Ну, собственно, что подключать можно к этим коммутаторам, в первую очередь, да, как я уже сказал, это телефоны, да, и под них, в принципе, разрабатывалась данная линейка терминала ВКС, различные бюджетные камеры, которые немного кушают, то есть, точки доступа простенькие, пожалуйста, можно подключать, да, при этом стоимость решения будет, ну, ниже плинтуса, как многие говорят. наши отельные телефоны как раз поддерживают плое, так что все, витянно подходят, ну, конечно, кроме Wi-Fi телефонов, другая история. Ну, собственно, вот так линейка выглядит, тут, наверное, останавливаться не будем на ней, отдельно были вебинары по сетевому оборудованию, там, можно все это увидеть. В принципе, по сетевому тогда мне все сейчас, или тогда обратно передаю? Еще один вопрос, почему не 100% по Wi-Fi телефону? Ну, почему не 100%? Собственно, да, ряд телефонов попадают достаточно большим экраном, да, и бюджет у них по скажем так, 8-9 ватт бывает, да, в наших коммутаторах средний ваттаж на порт около 6 ватт, там, ну, чуть больше 6 ватт, ну, каждый порт поддерживает 802.3 АТАФ, то есть до 30 ватт, в принципе, но суммарно, если разделить бюджет коммутатора и разделить на количество портов, то в среднем 6 ватт, то есть если одинаково устройство подключать, то вот 6 ватт подключать, либо меньше, соответственно, потребляющие, потребляющие, вот, ну, собственно, если вы подключаете мощный, в один порт мощный телефон, там, с большим экраном, либо точку доступа АЦВФ2, который много кушает, то другие порты вы должны, собственно, посчитать, да, хватит ли вам бюджета для абонентов, да, то есть можно, в принципе, подключить туда менее бюджетные абоненты, да, и все будет это же работать. Мы рекомендуем делать запас процентов 20 хотя бы, по мощности, чтобы, ну, был все-таки какой-то запас, да, по замене оборудования, да, подключаем, не покупать новый коммутатор, да, собственно, пользоваться этой текущей инфраструктурой. Ну, собственно, вопрос 802.3 АТ, да, он все поддерживается, то есть АТ, АФ на всех коммутаторов, которые мы предлагаем, и в Тежинете, и в Айтаке, стандарты поддерживаются, то есть по и плюс до 300 ватт везде поддерживаются. Вот, я уже, собственно, об этом сказал чуть выше. Дмитрий в чате разбавил нашу дискуссию интересные вопросы. Спасибо вам за это. Да, за ее слово, собственно. Да, на самом деле, мы уже близки к завершению, но нельзя не сказать про интеграцию с PMS-системами, Property Management Systems, ну, по сути, аналог CRM для отелей, специализированных. Здесь мы говорим, собственно, про основу телефонной сети. Как вы знаете, мы дистрибьюторы 3CX, и я старый в России, и в других странах, но начнем с 3CX. В принципе, платформа позиционируется так, что, наверное, больше подходит отелям 50 плюс номеров, или даже, скорее, 100 плюс, покрывает все потребности, и отлично работает как коммуникационная платформа для не только отеля, для других бизнесов. Есть разные варианты лицензирования для клиентов разного уровня, начиная даже от нуля рублей, действительно, так что отель может найти тот вариант, который больше подходит для него. Подробно про саму платформу 3CX прямо сейчас говорить не будем, есть также отдельные вебинары, можете поговорить с нашими коллегами, посмотреть информацию на сайте, запросить презентацию, но интересная особенность. У 3CX есть, собственно, модуль отель, который позволяет интегрироваться, собственно, с системами, с всеми известными, такими как RoomMaster, MicroSpiderio, ProTel, и так далее, и так далее, то есть, по сути, покрывая весь рынок, практически все отели, которые так или иначе используют эти системы, что, соответственно, дает такие понятные возможности, как отображение имени гостя в интерфейсе, звонки-будильники, статус не беспокоить, регистрация, въезд-выезд, установка горничными статуса номера с клавиатурой телефонов и так далее. То есть, ну, понятный функционал, который нужен, и без которого, в принципе, будет не так интересно. Гости также могут использовать подлинный функционал за счет всего этого, простой интерфейс, большая функциональность и максимальная персонализация обслуживания. Все это у нас есть. Можете на, собственно, на сайте 3CX, у них в блоге достаточно много материалов на русском языке, и вот по ссылке отдельная статья как раз про выгоды от использования IPT-S в гостиничном бизнесе. Можете потом презентацию скачать или в записи посмотреть, найти вот эту ссылку, щелкнуть по ней и, собственно, прочитать материал. Идиостарт также не отстает. Единственное, про 3CX, можно подобрать, чтобы 0. Проблеи озвучил, но что это означает, что вы можете поставить бесплатную автопопую систему небольшую, и ее использовать совершенно спокойно отлично количество времени. Да. То есть для небольших отелей можно обойтись вообще бесплатным вариантом, пробовать на самом деле. Ну, да, и, собственно, при использовании 3CX модуль отелей стоит тоже точно так же 0 рублей, что дополнительных трат не будет. Но зачастую маленьким отелям больше все-таки подходят решения Eostar, коробочные, для кого-то может быть более понятные, и в первую очередь, конечно, для тех, где, в принципе, нет телефонии, для новых объектов или где уже совсем устаревшая связь, нужно, собственно, организовать IP-телефонию. В Eostar также есть модуль отель, он стоит денег, но небольших, и в небольших отелях этот модуль вполне может в принципе заменить ММА-систему, то есть, благодаря этому сэкономить средства действительно на один-два порядка, потому что весь базовый необходимый функционал можно реализовать с помощью этого модуля. Точно так же сигнал нуждается в уборке, не беспокоить, детализация звонков, детализация счета, некие тарификаторы, бронирование, мини-бары и так далее. Это все присутствует, ну и конечно интерфейс на русском языке, что может нас с вами не радовать. Большой набор функций для приемной, также можете потом смотреть презентации, ну и собственно для самих посетителей, для номеров. Так что нужно смотреть задачи каждого отеля, разные проекты и смотреть какие решения больше подходят, какие будут более выгодными, более правильными в каждой ситуации, и Астар, или Трисиевс. Таким образом, да, все наши продукты, наши решения собираются в единые проекты, в единую базу. Наша любимая концепция Lower SIP, все оборудование поддерживает этот протокол, позволяет все это собрать вместе, и все отлично работает. Мы сейчас не заостряли внимание на многих моментах, таких как видеонаблюдение, использование IP-телефонов E-Link на ресепшене, видеотелефонов, или, например, микросеп Maxwell S10, номера класса Lux, где можно также какие-то дополнительные функционалы, какие-то приложения интегрировать. То есть, здесь нарастает множество-множие дополнительных возможностей скрывать эти потребности в отелях, ну и, собственно, реализовывать идеальные проекты, с чем мы всегда готовы помочь. Вот, буквально быстро, наверное, пробежимся по проектам. Пока что на Луне мы еще не строим отели, но есть множество интересных примеров, собственно, нашей планете. Вот, собственно, Tijinet. Ну, действительно, Руслан уже говорил, десятки отельных сетей по всему миру, и в Китае, и в России используют решение Tijinet для реализации интернета. Ну, тут можно сказать, что указаны сетевые отели, да, вы понимаете, что в вашем регионе планируется стройка именно отеля вот с мировым сетевым именем, то можно использовать фидбэки, да, вот эти реализованные уже проекты, да, люди понимают, что там в каких правилах сетях есть система френдбука, да, в котором прописаны определенные производители, собственно, эту схему можно ломать, да, у нас есть объекты реализованные, это можно о них говорить, показывать, да, всегда готовы делиться примерами, кейсами, вот пример из Китая, это уже, ну, тоже мы возвращаемся к Tijanet, 222 номера, плюс апартаменты, большая территория, рестораны, вот, собственно, шелный Wi-Fi реализован на всей территории, и все замечательно работает с мониторингом, и с менеджментом сети в режиме реального времени, такой интересный проект, другой отель, здесь еще больше номеров, но здесь интересно было, что критично было для отеля реализовать интеграцию системы видеонаблюдения, здесь, конкретно здесь она была реализована на базе Hikvision, но, конечно, с мейл-сайта все тоже без проблем работает, все протестировано, никаких нареканий не возникнет. Еще несколько примеров реализации того, как оборудование Tijanet помогает людям в разных точках Китая и мира, точки доступа на стенном исполнении, потолочном, интересный кейс в океанаре, буквально на дерево смонтировали точку доступа Tijanet. Это уже телефония, FANWILL выбрала сеть отелей Polygroup в Китае, отметила целый ряд преимуществ, дизайн, богатый функционал, ту же самую зарядку от USB, цветной экран, много места для отображения информации, вот действительно даже сети, в том числе международные, выбирают FANWILL, потому что действительно оборудование того стоит. Можно посмотреть также еще множество примеров и в России, и в других странах, от Ирландии, замок снизу слева, до каких-то, может быть, африканских, латиноамериканских стран, действительно по всему миру. Yostar также находили много примеров в США, в Греции, в России. Вот интересно, что вот конкретно в этой базе лодых спутник также еще GSM-шлюзы использовались для обеспечения связи, вот такие небольшие компактные устройства, для, собственно, телефонной связи в удаленных местах или для резервирования каналов также в проектах. Можно и нужно предусматривать такие возможности. Собственно, немножко подробно про президент-отель в Афинах. Тут как раз тоже были АТС и шлюзы Yostar. Работает 24 часа в сутки, нужна беспрерывная надежная связь все это время в этом пятизвездочном отеле. Примеры многие из них мы сами видели, фотографировали. Вот Елинка используется вместе с Yostar в Grand Voyage отеле в Алматы в Казахстане, одном из лучших отелей города. В Дубаях, в сети Pizza Hut, в Domino's Pizza в России используются оборудование Елинка в различных пиццинских центрах, санаториях. Вот в Domino's Pizza интересный кейс, там как бы по сути получается такой подвижный колл-центр, то есть менеджеры, кассиры одновременно обслуживают и офлайн-посетителей за стойкой и по телефону тех, кто звонит. Поэтому там идеально вписывается телефон Елинка. Аэропорты, вот бизнес-зал в зал отдых аэропорта Пулково. Маленькие семейные, так скажем, отели, буквально один-два номера также могут использовать Елинк, то есть условно говоря покупается какая-то виртуальная АТС, самый простой минимальный тариф, но все равно какое-то устройство нужно, одно может быть два, поэтому и здесь Елинк пригодится. В небольших помещениях, тренажерных залах, фитнес-центрах, ну и опять же в отелях небольших, когда не нужно микросотовый дект-сеть от Гекасет, достаточно дект-решений от Елинк. Их действительно тоже хватает. В парке отдыха различный дизайн телефонов также подходит для разных мест, ресепшенов. Вот, собственно, примеры Гекасет. Кейсы из Беларуси, гостиничный комплекс М1 недавно открылся и станирует себя как ближайшее к Москве легальное казино. Ну вот, им по всей территории казино, ресторан, отель нужно было организовать в микросоту и, собственно, с успехом это получилось. Мы гордимся этим проектом, также, как и другим проектом уже из Казахстана, Астана-Опера, тоже много людей, много сотрудников, все перемещаются, вот, в том числе было необходимо реализовать микросоту на нашем оборудовании. Немножко, да, проведено наблюдение, нашли такой интересный пример отеля Велос Карлтон рядом с Королевским дворцом в Нигерии. Более 200 устройств внутри, на улице с разными уровнями защищенности, в разных условиях, управляемые, неуправляемые камеры действительно показывают то, что Майл Сайт работает в абсолютно разных условиях и под любой проект можно подобрать необходимое оборудование и все будет прекрасно работать. На этом, собственно, мы заканчиваем. Мои контакты на слайде, можете также связаться с Русланом в любое рабочее время, я думаю, с удовольствием подскажет, расскажет, да. Так что обращайтесь. Больше вопросов не появилось, наверное, так уже 60 минут идет вебинар, даже больше не будем вас задерживать. Если вам нечего добавить. даем до Магдана. Всем спасибо. Тогда ждем вас на встрече в вебинарах. Коллеги, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова